В ГОСТЯХ У ЕЛЕНЫ Приветствую вас дорогие садоводы, цветоводы и огородники! Вы как всегда на канале В ГОСТЯХ У Елены. И сегодня в моей рубрике обзор семян. Дорогие друзья, сегодня я покажу вам свои семена томатов и перцев. Устраивайтесь поудобней. И берите чашечку кофе, ну а может быть карандашик и тетрадочку для того, чтобы записать. Может быть какие-нибудь заинтересуют вас сорта. Ну что ж, начнем. Я не буду сильно очень углубляться в это, потому что время идет. И я хочу быстренько сейчас вам продемонстрировать семена, которые мне прислала Ирочка. С Севера. Я уже их как-то говорила, ну просто, вернее простите, я как-то о них вам уже рассказывала. Но еще раз хочу напомнить о них и что я их буду сеять обязательно. Вот это вот у меня томаты, элитный ряд. Я не помню, кто мне присылал, я уже говорила. Вот у меня высыпались семена, видимо какая-то дырочка здесь есть. Я буду сеять их. Ранний спелый сорт. Томат называется Победа. Ранний гибрид. Сейчас вы можете для раннего употребления посеять ранние томаты. Вот. Здесь они, конечно, высокорослые. 2,5 метра. И первая кисть над шестым-семьим листом. Вот. Но я все-таки хочу посеять хотя бы 2-3 семечка. И посмотрим. Гибрид усточит к альтернариозу и ВТМ. В общем, ранний спелый индотерминатный гибрид. Попробую, что это такое. Я, конечно, этот гибрид посажу где-то вот в стороне отдельно, чтобы проследить. Я не люблю гибриды, кто со мной тот знает. Не люблю гибриды, потому что очень сложно выбрать из них вкусный томат. Да, конечно, они растут, и они не болеют, и они дают тоже хороший урожай, и транспортабельный, и лежат долго. Но вкус, пока я только 2 вида пробовала, мне пришлось по вкусу. Мне не нравится вкус. Я люблю томаты вот, ну, с тоненькой кожей, мясистые, вкусные. В общем, пока я не дошла до той кондиции, которую вообще обещают вообще в томатах. И это, F1. И вот я быстренько пройдусь, огуречки посажу, значит, тыкву тоже посажу из тех семян, которые мне прислала Ирочка. Ирочка, привет тебе, моя дорогая. Вот откуда. Это у меня, значит, я открыла семена баклажан, друзья мои. Сейчас я быстренько их уберу. И вот они у меня посыпались. Я просто открыла, посмотрите, обработаны они или нет. Вот, и баклажаны буду, горошек посею. В общем, я буду пробовать, значит, капусту, дайкон, огурчики и вот эти вот томаты. Попробую, узнаю, что это такое. В общем, я их уже показывала, но тоже перечисляю сюда в эти томаты, которые сейчас я в этом году я буду сеять, чтобы вы знали. Итак, идем дальше. Семян моря. Вот семена. Вот семена. И вот семена. Их очень много, дорогие друзья, очень. И здесь, значит, у меня семена 13 видов, я уже говорила, подаренные мне. Я показывать вам не буду, мои хорошие, потому что нет картинки, что показывать. Эти томаты сортовые, вот. Вот, поэтому я, здесь нет их один, я их все посею, вот. И будем следить за ними. Возьму семена тоже, буду разводить их. Вот, стаканчик вот такой, я не буду их вынимать. Затем мне еще прислала сестренка, это тоже итальянские, кубовидные желтые, очень толстостенный перец. Попробую. Это у них, у них практически нет там, у многих, вернее, хочу сказать, кто держит какие-то овощи, они без названия, просто они друг другу передают. Вот, и ей когда дали, не дали название. Ну, в общем, без названия, но они классные. И паприка, новая паприка итальянская, перфекто, как говорит сестренка моя, красные, 28 сантиметров. То есть, они очень длинные, эти перцы. Посмотрим, в этом году буду первый раз сеять, и, конечно же, поделюсь с вами, безусловно. Это я говорю о своих новинках, девчонки. И, конечно же, новиночки, не знаю, подружка мне сказала, что не такие, как, вот это я говорю сейчас о новинке, Рамира желтые. Но они, конечно, не такие, как Рамира красные, но тоже очень вкусные. И тоже подарочек, я себе, они в бумажках у меня высланные были, а я их себе вот в такие пакетики положила и буду сеять. Вот он здесь, я просто подписала себе, вот, и буду сеять в этом году, пробовать вот этот сорт. И еще, конечно, молдавские, виорика, молдова, обязательно я тоже посею, у меня их мало, тоже я поделилась, но я обязательно посею, буду выращивать и буду делиться с вами, с этими, значит, новинками. Обязательно тоже испытаю их, даст Бог силы, здоровья, и все у нас получится. Вот. Тут что у меня, я никак не помню, потому что... А, вот он, желтый Рамира-то, вот, здесь, здесь она вот в таких вот большой салфеточке дала, я подписала. Здесь вот он еще есть. Я половину убрала в пакетик, половину нет. То есть, попробуем, что он из себя представляет, но она, говорит, безумно вкусный, безумно урожайный, просто нет слов. Испробуем Рамира желтый. Это вот то, что я буду из новинок. Я смешала все вот тут семена, все вместе, сейчас быстренько вам покажу, что касается томатов, потом покажу перцев, буду показывать быстро, не буду концентрироваться на этом и долго-долго говорить. И помните, я вам говорила, что дети мне купили, каждый участвовал, в этом году вы видите, что я не делаю обзор семян пока, потому что у меня семян очень много есть. Мне подарили дети, вот, и друзья, поэтому у меня вот как-то так. И быстренько пройдусь, полистаю, сейчас я гляну, видно, да. Да, девочки, кто-то просит поближе, кто-то просит подальше, но я не могу настолько прям вот прям близко-близко, чтобы не фокусировала сильно камера. Вот, так что вот так. Давайте быстренько. Это моя черная лакомка. То есть вы поняли, что я смешала все покупные. В тот раз я вам показывала первую серию, как говорится, но я сейчас все смешала вместе, вы еще раз глянете. Черненькие, отдельно желтые, оранжевые сейчас увидите. Черная лакомка. Я ее просто обожаю. Это просто шик. Ну, просто вкуснятина. И когда я, значит, у меня подружка говорила, что она покупала черную лакомку и посадила у себя в огороде точно так же из вкуснотеки, то они у нее были какие-то не такие, совершенно не такие. Два раза она, говорит, пробовала, так же вот черномор она пробовала. И когда я ей в прошлом году дала семена, свои черные лакомки, она посеяла и получила замечательный урожай, совершенно другой. Не знаю, может, потому что, когда мы уже выращиваем в огороде у себя, вкладываем, не знаю, может быть, не знаю, как сказать, но вот честно, вот у нее они вот так получились. То есть я заметила, что очень здорово, когда мы выращиваем сами и сорта совершенно другие потом делаются. То есть я так понимаю, что лучше купить у человека, который сеет проверенные, потому что в магазинах это сложно. Я тоже покупала и долго подходила к этому, пока вот получу нормальный результат. Черномор. Это они до полтора метра, метр тридцать, полтора, все смотря куда вы посадите. Среднеспелый, оригинальная, расцветка и очень вкусный, очень вкусный. Бизон черный. Вы, наверное, в курсе. Я многим высылала семена, у меня их было немного. Они очень плотные, очень такие вкусные. У меня очень быстро разобрали эти семена. И по друзьям самое первое. Я еще оставила семена для того, чтобы сеять на заказы. Мне очень много с прошлого года, кто посеял, то есть кто купил у меня рассаду, они ведрами собирали вот эти сладчайшие плоды. Бизон черный. Значит, зефир в шоколаде. Просто обалденный. Это очень сладкое лакомство. Это среднеспелый сорт. Вот два у меня. Негретенок томат. Очень оригинальная окраска и очень вкусный. Это от поиск. Тоже можно и в открытый грунт, и в теплице. Среднеспелый. Черный принц я покупала. У меня есть семена, но я еще решила попробовать еще. Посмотреть, какие вкусы будут у других производителей. Это, видите, Ганечкина. Она теперь у нас везде вот есть. По цветам хочу сказать, Ганечкины небольшой. Ну, в общем, я ей поставлю один балл, потому что всходы от ее, значит, семян очень плохие. Но я продолжаю пробовать. Бизон черный там уже у меня есть. Черный барон. Это просто самый сладкий, можно сказать, из, значит, черных томатов. Очень вкусный. Очень. И вот у меня зефир в шоколаде. Я же говорю, что у меня дети покупали зефир в шоколаде. Каждый брал. И бизон черный тоже каждый покупал. Вот мне. Поэтому получилось много. Так, с шоколадненькими все, друзья мои. Хочу быстренько вам рассказать о партнерских семян. Многие спрашивают меня, хотя я очень много об этом говорю. Очень много. Но практически не то, как бы, мне кажется, не запоминает или не смотрит или пропускает мимо ушей. Говорю, понравились. Томаты замечательные, дают хороший урожай. Но по сладости, по всем тем параметрам, которые я хочу, очень мало. Вот Котя F1 у меня просто купили весь ящик. Почему? Я когда сказала и показала его. Вот у меня он без семян. Когда семена, у меня уже рассада была. В прошлом году я сеяла. Значит, он под 11 номером у меня был. Девушка, которая у меня покупала рассаду, сказала, это обалденные томаты. Сладкие, вкусные. И купила у меня все. Ну, как вы знаете, что здесь по 10 штук, по 8 штук. То есть партнер мало семян и дорогие. Но, как видите, они пользуются, я смотрю, спросом. И очень хорошо у них они продаваемые. Хотя от каждого слышишь разное. Я думаю, что все-таки от региона это зависит. И вот я просто спросила этого человека. Он в этом году заказал мне очень много рассады. Она сказала, просто обалденные. Просто обалденные. Так что я, пожалуй, потом тоже куплю. Это гибрид. А, кстати, этот человек сказал, собрал семена и в этом году тоже посадит. Потому что, девочки, я уже испытала это. Сажаю гибрид. И прекрасно и дает урожай. Я думаю, девочки, что нас просто обманывают для того, чтобы мы покупали. И на нас наживают деньги. Не могу сказать, девочки. Не знаю. Потому что я пробовала несколько лет подряд. А вот это моя подружайка, которая мне дарит. Привет тебе, Оленька. Семена. Она говорит, я годами сею в один. И все прекрасно. Вот так. Так, дальше. Лирика. Я не сеяла. Они у меня в пакетике. Значит, царское искушение. Не сеяла. Но сказали, замечательный. Значит, Любаша. Я сеяла. Я получила огромный куст, огромный урожай Любаши. Но они и лежат долго и все. Но не тот вкус, который мне нужен. Терпимые. Это томаты для того, чтобы их... Очень хороши вот эти томаты для консервации. Ведь смотрите. Я вам советую. В каждом огороде должны быть... Я не понимаю тех людей, которые говорят, что вот я только вот это вот люблю. Но, друзья мои, вы же... Одни томаты идут для консервации. Другие для сока. Третий для лечо. Четвертый для бифтоматов. Для бутербродов. То есть у меня различные томаты. Понимаете? Нельзя сказать, что нужно только одни. Так вот эти томаты для посола вот. Любашу я посолила целое ведро. Потом посолила отдельно. Еще кастрюльку. И мы поели прям. А вот это ведро у меня купили. Вы знаете, что у меня заказывают ведрами. И в этом году сказали, несколько ведер закажем. Я говорю, простите, я навряд ли высажу. Я не знаю, сколько иметь нужно. Вот у меня лично востребована и очень моя рассада и все. Я не знаю, сколько нужно теплиц иметь, чтобы мне выращивать. То есть у меня нет проблем с продажей вот этой красоты. У меня есть проблема, когда и сколько и где вырастить. Поэтому вот эти все томаты, они очень хороши для засолки, для консервации. Герцогиня вкуса тоже я не сеяла, буду сеять. Значит, фамилия. Фамилия томат очень вкусный. Я его пробовала, меня угощали. И еще раз хочу сказать, что томаты от партнер собирали семена, сеяли и получили замечательный урожай. Очень хороший урожай. Гордость застолья я испытала. Очень вкусный томат, очень. Я его сеяла, вот видите, когда уезжала в Молдову. И год был очень дождливый, очень холодный. И все равно в теплице они дали хороший урожай, и я покушала. Очень вкусные. Я не собрала семена, чтобы попробовать, но очень вкусные. Очень, всем советую. Они вкуснючие. Вот сразу говорю, что гордость застолья очень вкусная. У них нет такой толстой оболочки. Ну, такие, знаете, не как мед. Чисто сладенькие такие, слегка кислые. Малиновая империя тоже очень вкусная. Я тоже его сеяла и тоже его пробовала. Вот он. Всем тоже очень советую. Очень хороший урожай. Это ранний индотерминат и очень высокий. И, кстати, над восьмым листом он закладывает первую веточку томатов. Получается очень вкусно. Или великосветский. То есть вот эти вот я сажала. Сейчас быстренько покажу вам. Так, где тут? Какой еще я? Так, вот эти я не сажала. Вот я сеяла. Вот эти четыре томата. Я их пробовала. И очень вкусные. Видите, они под номерами у меня. А это вот новые. Я буду сеять. Вот. Великосветский тоже очень вкусный. Вот. Но, опять-таки, хочу сказать, что нужно иметь различные томаты у себя в огороде. Вот честно вам скажу. На любителя, на вкус. То есть, ну, я хочу сказать, что замечательно. Итак, пройдусь быстренько по вот этим сортам. Значит, хлебосольные. Они у меня есть. Мои семена. Замечательные. Очень советую. Я не буду углубляться сильно. Розовый гигант. Я высылала своим друзьям. Кто у меня покупал. Королевская мантия. Просто нет слов. Тоже высылала. Маршал Победа. Я буду первый год сеять. Это очень хороший томат. Я на вкус его попробовала. Малиновый слон. Оранжевые всякие разные, которые есть слоны. Они все замечательные. Это дети мне покупали. Вкуснотека тоже идет Сахарок. Попробую. Потому что сладкие. Вот вкуснотеки, сладкие томаты серия. Они все мне нравятся от фирмы Поиск. Сахарок. Я обожаю фирму Поиск. Просто обожаю. Значит, тоже вкуснотека. От Поиск идет Искры Пламени. Я просто советую очень, прямо, очень вам этот замечательный томат. Высота от полтора до двух метров. И такие еще и желтые покажу. Значит, мечта великана. В этом году буду первый раз пробовать. И буду тоже говорить, что и как. Изумительный для салатов. Так, дальше. Брэнди розовый. Я уже сеяла и всем очень-очень советую. Салатный такой чудо прямо. Значит, Джина ТСТ томат. Буду тоже первый год от Поиска. Отличный вкус и высокая продуктивность. Посмотрим, что это такое. Дальше. Ну, пойдем так. Волгоградский скороспелый 323. Просто замечательный раннеспелый. Я когда посеяла... Это ранний урожай. Очень вкусные томаты, кстати. То у меня тоже. Вот прям целый ящик мужчина купил. Прям вот целый ящик. Я даже удивилась. Физалис, конечно, я уберу в сторону. Все знают, я уже говорила. Есть видео об этом. Это на любителя. Мелкий физалис. Значит, томат Чио-Чио-Сан. Я очень долго хотела его купить. И, наконец-то, я нашла. Высокоросный. В кисти до 50 сладких плодов. Я хочу его вырастить, как томатное дерево. Хочу попытаться на улице тоже поставить один куст. Посмотрим, что будет. Очень хороший. Я уже говорила в своем видео, что я наслышалась о нем и начиталась. Томат Июнский. Быстро и дружно формирует урожай. 40 сантиметров. Вот это вот сейчас можно сеять, чтобы вы получили хороший урожай. Прямо сейчас можете сеять. Значит, яблонька России тоже. Мне писали, что не очень. Но я тоже попробую. Пусть будет. Почему бы мне самой не попробовать? Это, который ранее сеять нужно. Это для раннего урожая, чтобы вам на салатик был. Холодостойкий ультраранний челнок. Вы все его знаете. Это обалденный томат. Я вот эти сажаю в ведрах. В мешках можно сажать. В катках. И прекрасно растут. Обо всем этом у меня на моем канале море информации. И кабачки, и тыквы, и огурцы. Все я выращивала в мешках и вам показывала. Значит, томат медвежья кровь. Буду тоже пробовать. И тоже это из бифтоматов. Это серия тоже бифтоматов. Значит, крупные плоды, изумительный вкус. Это абаканские розовые. Я его выращивала. И всем очень-очень советую. У меня мало семян было. У меня очень быстро их разобрали. И заказ на семян, на посевы я просто оставила. Конечно, Воловье сердце все знают. Не буду долго говорить здесь. Значит, Добрыня Никитич. Более 200 грамм. Буду пробовать. Поиск. Русский богатырь. Самый крупный плод. Вот это бифтоматы. Двухметровые. Они идут 800 грамм. До 800 грамм. И розовое сердце. Естественно, попробую. Я уже говорила об этом, что у меня по-другому. И другой фирмы есть розовое сердце. Что у меня была тоже такая заминка в этом. Из двух фирм. Но они были разные. Попробуем. Дальше. Очень быстро пройдусь, девочки. Чтобы длинное видео не было. Значит, Амурский тигр. Я его просто обожаю. У меня его просто прям напросто скупают. Это уникальная окраска. При этом очень транспортировочно. Долго они хранятся. И в кисти до 12 плодов. Очень вкусные томаты. Ну, конечно, Золотой колокольчик. Испробую. Есть медовая капля такая наподобие. Но мне кажется, они одинаковые. Очень вкусные. Необычные. Нарядный такой. И высокоурожайный. Вот. Тоже я испытаю как бы как под дерево на улице. И начну вот отсюда. Естественно, гостиниц. Вкуснотека. Это очень вкусный от поиска. Томат. Значит, Ромовая баба. У меня тут пустой пакет. Потому что у меня свои семена. Видите? И я просто держу картиночку. Это я многим-многим посылала. У меня многие купили. Это просто... Это я для себя купила. Он не вызывает аллергии. Хотя у меня нет аллергии. У меня не пищевая, а химическая. Все вот эти томаты, желтые эти, они не вызывают аллергии. Антоновка медовая. Вот. Видите? Она тоже моя. Я вам показывала в 2017 году обзор. Смотрите. Есть обзор уже все. Сбора томатов и всего. Показываю там. Обалденно. Это тоже мои семена. Также есть лягушка царевна. Вот тоже. Это просто пакетик. У меня отдельные они стоят. Семена. Очень советую. Это очень крупноплодность. Ярко-зеленая мякоть. Очень вкусный. У меня папа первый раз, Артем он папа. Зашел и говорит. Звонит и говорит. Я никак не пойму. У тебя там один кус ломится. Трескаются уже. Сок льется. Там пчелки кушают. А он зеленый. Никак не спеет. Мы так смеялись. Такой забавный папа был. Я говорю. Папа, срывай скоренько и кушай. Это вкуснятие. Он говорит. Да ты что. Покушал. И очень нравилось ему. Все время он кушал. Вот. Вот это гостиниц. Говорю же, дети купили все. Получилось побольше. Сахарный белый. Всем очень-очень советую. Очень красивая форма. По вкусу. Нет ему равных. Вот как этот пломбир. Как, ну, девочки, пожалуйста, очень советую. Я, если хотите, потом у меня купите. Я буду выращивать. Я уже его знаю. Я выращивала. И он просто на вес золота. Большой пломбир. У меня, видите, вот. Все. У меня скупили всю рассаду. Всю рассаду. Я так сожалела, что я как бы побольше не купила. Но, слава Богу, что есть свои семена. И я рада. Вот. Это очень вкусный томат. Это просто вкуснейшие томаты. Сейчас. Где? Вот. Я просто балдею от них. Ромовая баба. Сахар белый. Большой, значит, пломбир. Вот. Антонуко тоже вкуснятина. Вот. Антонуко всех больше хранится. Значит, медовый салют. У меня такие есть свои семена. Золотая королева тоже есть. Это просто дети купили. Желтое сердце тоже есть. Медовые росы буду пробовать от поиск. Значит, бизон желтый. У меня бизоны всякие разные есть мои семена. Значит, искуситель от поиск. Это биф томат. Очень нежнейшая мякоть. До 900 грамм. Я уже его пробовала. Меня угощали. Буду сеять. Значит, бизон оранжевый. Если вот там у меня бизон желтый, это бизон оранжевый. Вкуснотека прелесть прямо. Значит, апельсин. Это мне подарили дети. Но у меня есть свои семена. Я посею отдельно, посмотрю, этот ли апельсин, значит, потому что я покупала три раза. И только тот апельсин, который я вам показывала летом, и тот, который выставила вам, мне больше всех понравился. И он у меня сохранился. Ну и, конечно же, банан желтый. Вот я же вам показывала красный. Очень-очень вкусный, яркий. Такое лакомство вкусное. Значит, вот там был розовый слон. Здесь вот оранжевый слон дети купили. Ранеспелый. Очень, это F1 жар птица. Я буду пробовать. Содержание бета-каротина здесь очень много. И очень красивый, и очень вкусный. Ранний, для раннего потребления. Вот, они у меня будут идти. Вот, томат оранжевое сердце. Там я вам показывала одной фирмы, и еще и оранжевая есть другой фирмы. Вот, я буду пробовать. Томат жираф. Ранеспелый. Очень долго хранится. Тоже хочу рано посеять, попробовать. Первый год. Метр шесть, метр восемьдесят. Это смотря где вы будете выращивать. Вот, посевы в марте советуют. Но можно пораньше. Значит, медовый салют, естественно, детки покупали. Гигант лимонный, розовый. Всякие разные, это у меня есть. Но уж купили дети тоже. Вот оранжевое сердце было розовое сердце. Ну, вы видите. Девочки, я спешу. А почему? Я не могу делать десять видео, так что извините, если что не так. Я просто быстро вам хочу это все показать, чтобы не было заторов у меня. Итак, я сейчас быстренько пройдусь по перчикам. По перчикам. Тоже я все вместе, как дети подарили, я одну часть показала, но я решила все вместе это. Томат Виктория. Это у меня дочечка есть, Виктория, вторая дочка моя. И вот я уже сеяла такое, и она мне купила еще такие. Значит, перцы орфей, перец сладкий. Очень вкусный. Я уже сажала вам его. И на следующий год у меня будут эти семена. Колобок. Естественно, замечательный. Я уже сеяла позапрошлом году. Не один год. Тоже будут семена. Перец красная шапочка. Столько хороших, значит, я, видите, его сеяла, где пронумерована. Значит, кто покупал у меня эту рассаду, снова заказали. Так. Оранжевый бык я сеяла. Красный бык. Оранжевый. Это они все замечательные. Тоже на них есть у меня заказ. Буратино Ф1. Вот буду, значит, сеять. Буду брать потом семена. И буду, значит, пробовать заново. Потому что не раз я уже пробовала, что Ф1, а он дает прекрасный урожай, повторяет материнские качества не только один год, как многие говорят, а очень много лет. И я приобрела урожай с балкона и подоконника. Томат, перец сладкий, Тёма. У меня есть... Вы, как поняли, что неспроста. Потому что мой любимый муж, Тёма. И вот у меня есть клубничка. Я буду тоже продавать. То есть она у меня в этом году укоренится хорошо. И где-то, где-то, наверное, в августе, когда стуражаи, я уже буду продавать. Так. Дальше. Мустанг сеяла и буду сеять. У меня есть мои семена. Значит, перец сладкий Иолу Вонбер. Вот это буду первый год сеять. Дальше. Их два. Потому что двое деток покупали. И перец сладкий подарок Молдовы. Я его люблю, но уже давно не сажаю. Подарили, пусть будет. Значит, калифорнийское чудо тоже уже насажалось вдоволь. Пусть будет. Солист. Перец сладкий солист. Очень хороший перец. Я по вкусу, по качеству хочу сказать, что он хороший. И советую. Золотой бычок. Красота моя. Красный бычок. Я их обожаю. Будут семена. Кстати, у меня от красного бочонок. Это бочонок. Мы просто бычок называем. Есть семена с прошлого года. Значит, солнышко мое. Семена я посылала. Многим я их просто обожаю. Он толщина. От 6 до 9 написано. Но он у меня просто... Вы знаете, я вам разрезала. Показывала в видео. Даже фаршировать место негде. Просто обалденный. Свои семена. Ну, просто подарили. Пусть будет. И низкорослые, крупные, прочные, такие классные плоды. Это для заморозки очень хороши. Это перец сладкий. Сатурн. Тоже подарили. Я его тоже пробовала. Сеяла. Ну, это мой маячок тут попался. Который выбрали для паприки. Это фаворит паприки вообще. И вот сейчас итальянскую буду в этом году первый год сеять. От своей сестреночки. Спасибо ей огромное. И тоже буду продавать вам. Перец сладкий. Геракл. Просто его обожаю. Это вот у меня свои семена. Вот. Просто пакетик здесь. А так лежат семена. Ну, Сатурн, опять-таки, хочу вам сказать, что у меня, что... Детей много. И каждый по пакетику. И уже вот перемешку тут они. Дальше. Перец сладкий рубиновый, толстостенный. Очень вкусный. У меня есть свои семена. В этом году буду сеять. Кстати, в этом году я не все семена посеяла, которые у меня были. Вот вы получили только те, что сеяла. Перец Париж. Непревзойденный вкус. Очень надежный урожай. Я буду сеять. У меня есть свои семена. Красные щечки. У меня есть красные щечки томата. Я их просто обожаю. И вот этот толстостенный перец тоже самое. Так, здесь перец Атлант и перец Сладкий Викинг. И Воловье Ухо еще перец. Мне очень нравится. Он у меня есть здесь. Нет его. В этом году буду сеять. В общем, я буду сеять еще много других. Это... Я просто показываю те, что подарили мне детки. А так у меня свои семена. Итак, по баклажанчикам пройдусь быстро. Царская икра. Это вкуснятина. Еще та. Всем советую. Значит, хозяин барин просто обожаю. До полкило идет. А икра царская даже до килла. Помните, я вам показывала 1.800 грамм весил. Конечно, в прошлом году я не уделила нужное внимание из-за болезни им. Но в этом году, конечно, постараюсь. Но я не буду много сеять. Ранний, самый крупный. Очень мне нравится. И очень нежный вкус. Это баклажан F1 буржуй. Очень вкусный. Я вот его сеяла. И, кстати, очень покупаемый. Между прочим, в рассаде. Санчо Панса. Очень хороший баклажан. Всем очень советую. Очень высокий урожай на него. Значит, халиф. Сажаю уже много... Года 4. Обожаю его. И итальянские тоже пальчики, если найдете, купите. Так. Баклажан Дракоша. Просто слов нет. Какой вкусный. Я показывала вам урожай в 2016 году. Первое видео о теплицах. Там он есть. Есть баклажан Разбойник. Тоже замечательный. Тоже вообще. Он без пустоты, горечи. Очень вкусный. А раб тут, мне кажется, все его знают. Я сажала и буду сажать. Очень мне нравится. Вот этот зелененький, ранеспелый. Имеет нежный грибной вкус. Я вам его показывала. Я запекаю тоже. Или целиком, или напополам. Вместе с кабачками. Так что вот. Про овощи. Про вот эти... Значит, горошек зеленый. Морковку будет следующее видео, девочки. Вот. Пока сейчас не буду. Но пока идут перчики. Дальше. Оранжевый юбилейный. Я его просто обожаю. У меня свои семена. Просто обожаю. В этом году буду сеять. Это мои семена. Они отдельно лежат. Просто пакетики. Вот. Илья Муромец. Это, конечно, баклажан. И он уйдет в сторону баклажан. Просто попался здесь. Очень хороший. Такой, действительно, гигантские плоды. И без горечи. Тоже всем советую. Илья Муромец. Так. Это... У меня есть такие семена. Фон Барон желтый. Обязательно буду на следующий год продавать мои семена. Просто я в этом году очень мало их сеяла. Ну, немного села. Места не было мало. У меня стартов очень много. Так что на следующий год вы сможете получить еще такие семена. Фон Барон красный. Это просто не... Ну, не знаю, какая вкуснятина. Как вам объяснить, и какой вкус у него. И стенки такие крупные. Ну, толстые. Просто нет слов, девочки. Так. Вот. И, значит, фон Барон оранжевый. Вот. Ну, пакетики у меня лежат они. А так у меня семена отдельно. Вот они такие замечательные. Вот. Значит, красный, оранжевый. И желтый. Вот они у вас будут, если пожелаете. Оранжевый юбилейный тоже у меня есть. Буду сеять. Вот это просто обалденное. Тут тоже, видите, я уже сеяла. Он у меня вот открытый. И у меня есть отдельно свои семена. Я буду сеять в этом году. Я просто обожаю его. Как попробовала один раз, все. Дальше мы идем. Пурпурный колокол. Вот тоже вот я сеяла все, что касается черного. Я в этом году ее не сажала, но послала семена одной женщине, потому что уже не было черного дракона. Вот. И черного монаха. Я ей послала вот этого. И не пожалеет она. Тоже 7-8 мм стенки. Обалденно вкусный. Значит, золотой лопать. Попробую в этом году. Вот тут Ганечкина. Испытаем. Значит, перец кустарниковый. Клюв сокола. Очень хороший. У меня есть семена его. И в этом году еще буду сеять. Это дети еще подарили мне. И копье индейца у меня тоже есть, но это дети подарили. Значит, Геракл. Это мои. Но отдельно лежат семена мои в пакетиках. Значит, тоже у меня своя коллекция. Это вот тоже открыто. И Биг Герл. В этом году тоже буду сеять. Есть свои семена. Значит, перец сладкий титан. Тоже обожаю. У них маленькие кусты. 50-60. Но они усыпанные. Тоже это у меня есть семена. Значит, это тоже мои семена. Тоже у меня есть большое золото. Тоже обалденные. Стенки толстые, сочные. Вот. Это тоже. Вот он. Тоша. Перец сладкий. Я его просто обожаю. Ранеспелый. Вот буду сеять. Усыпанный он. Значит, урожайный. И вообще условия хорошие тоже буду в этом году. Тоже буду продавать. У меня семена отдельно лежат, а пакетик здесь. Дальше. Перец сладкий купец. Очень любимый мой. Тоже буду сеять в этом году. У меня есть свои семена, но это дети подарили. Биг Бой тоже у меня есть мои семена. Дети подарили. Значит, чудо великан. И Клаудио буду сеять в этом году. Вот дети купили, почему бы и нет. Я обязательно это посею. Это Ф1. Я возьму с них семена. Значит, и на следующий год посею. Тоже возьму семена. И еще дальше посею для того, чтобы узнать об этом сорте. Все, все, все. Потому что я много раз сеяла. Два и три года брала семена от Ф1. И прекраснейший урожай. Моя подруга так делает. И у нее замечательный урожай. Так. И, конечно, Ф1 тоже купили. И Ванда Марья. Буду сеять. Обильное плодоношение. У меня еще где-то есть один пакетик. Я не сеяла. Хотела посеять, так и не посеяла. Но раз подарили дети в этом году, обязательно посею. Вот. Так. Идем быстренько дальше. Это перец тоже мне сейчас подарили. Полуострый букет Востока. Я его уже пробовала, сеяла замечательно. У меня есть мои семена. Хотя это Ф1. Я все равно посею. Конечно же, перец венгерский желтый. Просто обалденный и усыпанный. Для приправ и консервации. И еще очень хорошо между. Между. Значит, помидор. Его где-нибудь где. По одному, кто любит соленые. В соление. Не в маринование, в соление кинуть. Они такие вкусные. Значит, перец сладкий питон. Видите, он, это пакет у меня мой был. Я уже сеяла и буду сеять. Просто замечательный. В этом году очень много на острый. Я в прошлом году насеяла, кто купил. И в этом году столько много на острый перец заказов у меня. Перец острый, гонек. У меня был огонек, но не от Ганечкиной. Мне подарили. Что ж сделать, пусть будет. И бараний рог, естественно, не от Ганечкиной. Но подарили. Возьму. Они перцы остро-сладкие. Дело в том, что семена, если убрать и перегородку, то тогда он получится слегка острый. Ну, такой вкусный перчик. Я даже без хлеба просто его ем, чтобы вы знали. И к ним относятся, сейчас покажу, какое. Молная белая. Очень хорошо. И перец сладкий. Ф1 рог буйвола. Ранеспелый, с острой, только перегородкой. Обалденный перец. Обалденный. Это мои семена лежат отдельно. Вот, видите, тоже. Кстати, второй год посеяла. И замечательный урожай. Сейчас буду третий сеять. Ф1. Ну, молния белая, естественно, подарили как бы один ребеночек. Подарил второй ребеночек. И получилось два у меня. Как говорится, пусть будет. Ну, и, конечно же, мой любимый халапеньо. Его настолько полюбили те, кто у меня купил. Разобрали все семена, кто хотел с семенами. Но и заказали еще и рассадой. У меня немножечко еще есть семян моих. Вот, это сорт. И я собрала свои семена и посею в этом году. Еще соберу. И потом буду, как говорится, вам тоже присылать, если вы хотите. Он с умеренной, ну, это перец чили, но с умеренной остротой. И самая толстая, самая сочная стенка плодов этих среди всех острых перцев. Это халапеньо. Обалденный. Если убираешь перегородочку, убираешь все семечки, замачиваю водички, тепленькой водички на полчаса. Потом подсушиваю и фарширую брынзой. И запекаю. Можно фаршировать брынзой, которая печется. Я забыла, как она называется. Это просто обалденно. И любым сыром можно. Мягким сыром. С чесночком его этот сыр приправить. Значит, посолить, добавить укропчик и нафаршировать и запечь. Ой-ой-ой, как вкусно. Можно их отдельно на гриле запечь, потом нафаршировать этой смесью и подавать. Это очень вкусно. Ну что ж, мои дорогие друзья. Вот и закончились у меня, значит, перцы. Что это? Баклажан и томатов. Эту красоту я буду сеять. И многие другие. Вот здесь вот у меня есть мои. Очень много. Вот они. Вот, вот, вот это все. Я не знаю только когда и где и хватит ли места, но буду стараться потихонечку. Вот, видите, сколько я еще буду сеять, дорогие друзья. Вот они, мои любимки, новинки все. И, конечно же, там мои сорта. Это, конечно, цветы. Тоже буду делать по чуть-чуть. Если хотите, следующее видео сниму. Пусть даже оно будет долгое. Кто хочет, будет смотреть. Для тех, кто хочет. Просто поперебираем, как говорится, цветочки. Вот они. Сегодня я буду сеять обязательно. Ну, в общем, не буду говорить. Ну, выйдет у меня вот это видео, выйдет следующее. Я не знаю по очереди. Все просят одно и другое. У меня много плейлистов. Я стараюсь по очереди все. То есть я буду многим, так скажем, угождать. Вот такие видео будут. Если хотите, то напишите здесь. Нужно такое видео, чтобы я вот цветочки вам... Потому что их много. Это сколько я видео должна сделать вот для этих цветочков. Я даже не знаю, нужно ли это. Вот. Меня спрашивали о том, какие культуры овощей можно посеять на вигвамах. Вы как-то делали фасоль. Можно посеять тыкву, можно посеять арбузы. Фасоль. Все плетистые растения можно посеять. Еще задавали вопрос, что делать, если хрущи подъедают там под деревьями, корни, все. Сажайте белый клевер вокруг кустов. Он очень хорошо помогает. Вот от хрущей. Вот такая вот красота. И очень хорошо еще от проволочника. Белый клевер. Это просто прелесть. Та грядка, где у вас будет морковка, еще что-то, какие-то корнеплоды, где проволочник работает. Вы, пожалуйста, как убирайте урожай, сажайте белый клевер. Затем просто взрыхлите. Ну, я не копаю грядки полностью. Я не тревожу червячков. У меня, значит, я занимаюсь природным земледелем, органическим земледелем. Вот так вот скажем вам. Скажу вам, кто со мной, тот знает. Хотя вы скажете, что ты недавно показала аптечку, и там у меня были. Дело в том, что я немного не соглашаюсь с теми, кто что мне писал. Будьте внимательны, я вам не показывала кучу пестицидов. У меня в основном они биологические. Это всего лишь помощь. Это профилактика из натуральных. Ну, а если в аптечке что-то лежит, это не значит, что я это использую все. Вот так. Это на всякий случай, понимаете. Нужно правильно понимать. Вот. А на самом деле я... А, кстати, вообще овощи. Овощи, зелень, все это я вообще ничем не обрабатываю. Это для деревьев, для кустарников, для цветов. Правильно нужно понимать. Потому что вот стоит где-то не упомянуть, и все, и начинается вот это вот возбуждение. Еще что хочу сказать вам. Очень хорошо топинамбур сажать там, где у вас обычно бывают мыши, где они сгрызают что-то. То есть они переходят на топинамбур, кушают топинамбур, и все, и нормально. Но я, кстати, про это читала очень много. Я раньше занималась, читала Зеппа Хельцера. Он сейчас живет на юге Австрии. И посмотрев его, послушав, книги почитав, я давно этим занималась. У меня даже было желание, девочки, поехать туда. Я не особо, можно сказать, ну, не совсем соглашусь. На все это нужны деньги. Кстати, если кто думает, что природной земледелием заниматься это очень легко. Нет, я вам скажу, что это не легко. Это вся жизнь там у вас пройдет. Потому что столько всего нужно. Столько вот этих теплых грядок. Столько нужно вот все эти кору деревьев, все. Все срезанные траву собирать, мульчировать, вот эти пирог этот делать, бревна закладывать. Помните, я вам показывала гнилые бревна. Я их складывала на дно грядки. Во-первых, она и влагу собирает, и держит влагу для корней. Все это там разрушается, и земля становится замечательной, девочки. Это да, это все есть. Это нелегко, помните об этом. Это совсем нелегко, если кто думает, что это легко. Это вся жизнь на грядках. То есть постоянно нужно добиваться, чтобы это вот все было. Вот. Особенно хорошо вот эти бревна закапывать там, где грунтовую воду. Очень хорошо на себя берет вот влагу. Если вы будете делать такой вот короб из бревен, если у кого есть старые бревна, и туда посадите, это очень здорово. Ну, как-то так. Буду заканчивать. Желаю всем, как всегда, всего самого доброго, самого хорошего, удачи, любви, мира, добра. Дорогие садоводы и огородники, сейте, пробуйте. Значит, потому что, если вы не посеете, не попробуете, вы не будете знать тот или иной овощ. Сейчас, сегодня, значит, 1 февраля, можно сеять на раннее получение урожая и томаты, и перцы. Баклажаны уже можно сеять, потому что у них вектрационный период 100, 35, 140 дней есть. Очень такой вот большой. Перцы можно сеять, начинать, кто хочет, прямо рано-рано, но это все зависит от, где вы живете, от региона. Можно с 6 февраля начинать и дальше. Но с 1 марта четко все уже должны сеять, чтобы вот, пока вот еще есть забег у вас. А дальше все должно быстро вот это вот высеиваться, потому что они очень долго. Например, у меня огород на, в среднем, ну, Подмосковье, значит, на северо-западе Москвы, вот так вот скажу. И как бы там нужно все сажать рано и через рассаду, вот, ну, не до такой степени прям вот. Но уже, уже я посею перчики на раннюю, посею томаты, сколько-то я уже вам говорила, ну, и посею парочку, может, видов баклажан. Посею, конечно, острый перчик, чтобы пораньше его иметь. В общем, будем сеять потихонечку, так что готовьтесь. У меня уже, вот видите, хотела закончить, но предупреждаю, что следите за видео, земляни, ой, малина и ежевика у меня уже были намочены. Они сейчас, я сегодня просушила их, проскарифицировала, и сейчас буду снимать вам видео, как я буду сеять для дальнейшей, значит, для дальнейших сходов. Вот. Все, девочки, пока-пока. Всем удачи и хорошего настроения.